В подобной ситуации мог оказаться каждый, но, к сожалению, далеко не все способны проявить смелость и решительность, не растеряться в экстренной ситуации. Наш герой оказался волею случая в нужное время в нужном месте, где как раз пригодились его профессиональные навыки. Накануне он проходил мимо пятиэтажного дома по улице Прохорова вместе с супругой и ребенком по личным делам, увидел пожар и сразу бросился на помощь. В подъезде, где горела квартира на втором этаже, я столкнулся с перепуганной молодой женщиной с ребенком. Я помог им выйти на свежий воздух, вернулся в подъезд и пробежал снизу до верхнего этажа, стучав в двери и громко сообщая «Пожары, выходите во двор!», чтобы предупредить людей об опасности. Жильцы спешно стали покидать свои квартиры. Это первое, что нужно было предпринять. Далее спасти тех, кто не мог уже выбраться самостоятельно. Дым валил из квартиры на втором этаже. Двери были распахнуты настиж. Как выяснилось позже, в ней находился восьмилетний мальчик. И когда на балконе загорелись старые вещи, он попросту испугался и выбежал на улицу, никого не предупредив. Лестничные пролеты и квартира напротив заполнились дымом моментально. В этой квартире я увидел беспомощную пожилую женщину. Домочадцы не сразу поняли, что нужно спасаться. Тем временем, женщина оказалась инвалидом с плохим зрением и больными ногами. Без посторонней помощи она бы не выбралась. Пришлось вынести ее на своих плечах. Хорошо, что успели вовремя, потому что едкий дым способен за считанные минуты парализовать человека. Сейчас на глазах 66-летней Алтын Ильясовой наворачиваются слезы. От того, что нашелся спаситель, не мешкал, не раздумывал, даже несмотря на большой вес женщины. Просто подхватил и вынес на улицу. Через 7 минут с момента вызова во двор подъехали два пожарных расчета. Одновременно с эвакуацией людей были поданы два ствола на тушение. С целью поиска людей в задымленном помещении работало звено газодымозащитной службы. Пожар на площади 15 квадратных метров был полностью ликвидирован за 20 минут. Эвакуировано 30 человек, включая пятерых детей. Один спасен, пострадавших нет. В настоящее время причины и ущерб устанавливаются. Ирина Гути, Смирлана Манжолов, программа «Факт».